Турция 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 Нынешним летом Многие российские туристы Поменяют свои привычки Два самых популярных направления Для отдыха Турция и Египет Теперь под запретом А поездку в другие страны Трудно выполнимой Сделал курс валют Так что многие оказались Патриотами по неволе И просто вынуждены Проводить свой отпуск в России И возможно этим летом Их ждет немало сюрпризов Готова ли сама Россия К тому, что что сограждане летом никуда не уедут. Представители туриндустрии и региональной власти сейчас пытаются это понять. И хоть как-то подготовятся к наплыву гостей. Наступает время путешествовать. И действительно, это сегодня тренд. Это сегодня наше внутреннее желание. Этому способствует некая экономическая ситуация. Но ни в коей мере не надо из-за этого расстраиваться. Наоборот, Россия далеко пока не до конца поздна. В первую очередь людей зовут самые популярные туристические бренды страны. Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо и, конечно, Сочи и Крым. Цены в рублях и отсутствие языкового барьера – два главных преимущества отечественного отдыха. Но даже с учетом этого у туристов на родных курортах почти сразу возникает вечный российский вопрос – что делать? Есть проблема вечернего досуга во многих городах. Если днем еще можно показать какие-то туристские объекты, может быть, есть гостиница, а вечером-то кушать совсем тяжело, потому что горнолыжники привыкли к вечернему досугу, пляжные туристы привыкли к вечернему досугу. Я имею в виду, когда ездят за границу в Россию, это большая пока еще сложность. Чиновники предлагают и совсем непривычные варианты. Например, отдыхать в деревне. Экологический туризм и селу поможет, и гражданам обойдется недорого. Правда, о сервисе тогда уж точно можно забыть. В регионах нередко устраивают фестивали. Может, туристов и привлечет. День адыгейской тыквы или праздник гриба в Томской области. Впрочем, летняя поездка хоть куда-то – уже хороший вариант. 45% россиян отпуск вообще проведут дома. Еще 35% на даче. Главная причина банальна – нет денег. Ведь в долларовом эквиваленте за последние два года жители страны стали вдвое виднее. Правда, в некоторые страны этим летом поедут даже больше, чем прежде. Произошло перераспределение спроса с несуществующих на данный момент направлений с Турции и Египта на другие средиземноморские или черноморские направления. Но при этом какая-то часть людей никуда не поедет. Поэтому мы ожидаем снижения по итогам сезона, по сравнению с прошлым годом, количества российских граждан, выезжающих за рубеж на отдых. Кажется, от поездок по России сами граждане многого и не ждут. По данным соцопросов, отдых за границей выигрывает у отечественного по всем параметрам. В том числе качественное питание по приемлемой цене, безопасность и, конечно же, сервис. Но вот ведь парадокс. Эти же опросы фиксируют. Местом, где россияне хотели бы отдохнуть, в нынешнем году впервые стало не зарубежье, а Крым. Сегодня каждый третий опрошенный россиянин в возрасте 18 лет и старше именно Крым называет для себя идеальным направлением отпуска. Всего три года назад таких было 8%. Люди готовы терпеть некоторые бытовые неудобства, рассчитывая, что в течение довольно короткого времени все-таки и гостиницы будут новые построены, и маршруты будут интересные, разработанные. Качество сервиса подтянется. Правда, зачем курортам развиваться, если жители и так готовы потерпеть, но отдохнуть на родине, не очень понятно. Море все равно останется теплым, а люди приедут и так. По словам туристов, раньше Крым был на 30-40% дешевле Краснодарского края. За два года в составе России, в первую очередь, российскими там стали цены. Качественных изменений нет. Николай Страбахин, Дмитрий Гусев, Артевяй, Москва.